Я поделюсь с вами о новом виде спорта, фигурном катании на калошах. Я расскажу вам о душесчипательных сценах с пересчипательной машиной. Я расскажу вам о любви на родных просторах, эротических сценах, интимных сценах. Вам будет интересно. Здравствуйте. Я сегодня опять в шарфике. Значит, будем продолжать тему старых шпакляк. Кто людям помогает, тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поговорим сегодня опять о нашей Лене с канала Кахозников. Ну, удивляет, удивляет. Сегодня утро вообще было необыкновенное. Сегодня показывалось с утра фигурное катание в калошах или на калошах. Как правильно говорить? Фигурное катание на коньках. Значит, на калошах. Галошах. Правильно говорят? Галоши. Так вот. Проходило все это около дома. Была залита площадка. Подготовленный лед, посыпан солью, опилочками. Музыкальное сопровождение тоже было. Когда там лопался этот лед и собственное исполнение Елены. Она танцевала. Костюмчик такой подобрала, надо сказать, очень. В шарварах, в курточке, выплясывала. Получилось. Дело, наверное, интересное. Я так думаю, можно обратиться в комитет спортивный и запатентовать. Это новый вид спорта для таких, как она. На коньках-то ведь, извините, можно и разбиться. А ну калошах, айда, вырисовывай фигуры какие хочешь. И тулупы, и там прочее, что они там вытанцовывают фигуристы. В общем, получалось у нее, да. Для первого раза очень даже ничего. На озеро не ходила. Ой. Жаловалась, конечно. Жаловалась. Соли мало. Всего две пачки и весь налет истратила. Ну. Как обещала, она нам поросяток показала. Да, только, правда, вот так накружилась. Так накружилась на льду-то. На калошках-то, на своих. Что потом с скруженной головой она снимала кверху ногами этих бедных поросят. Ну, поросята растут, все там нормально, весь прибавляет, очень даже хорошо. Да, вот. Показала нам, как она сыр варит. Видимо, этот отец Сергий-то ей дал молочка. А может, не дал. Может, нельзя. Нет, она ведь все равно взяла. Хоть там у нее нулевый получился просмотр. Этих, этой молочной фермы, доильного аппарата. Но сыр она варила. Сказала, что сыр кончился, всем раздала, надо вот новый сыр варить. Вот мне вообще вот этот момент ее сыроварения очень удивляет. Коров нет, коз нет, сыр варит, демонстрирует, ей еще что-то там присылают. Лопухнулись они с этим аппаратиком-то. И она, чтобы все это дело-то исправить, назвав себя, правда, врушей, показала нам свою интересную душесчипательную сцену с перс-щипательной машиной. Видно, решила реабилитироваться она все-таки. Раз и навсегда. Но она все это делает не бескорыстно. Машина оказалась хорошей. Она даже не пожалела петухов, которые еще не доросли. Индюшку не пожалела. Не стала ждать три месяца, когда вырастут новые бройлеры. Так я и подумала, что она и зайдет слюной. А мне кажется, все-таки, вот я же говорю, что дела-то, хорошими делами прославиться нельзя. Все-таки, наверное, она решила вытребовать деньги за эту машину, за которую она потратила. Обзор ведь она сделала. Теперь скажет, вот смотрите, уже покупки пошли. И скидки там дают люди-то. Машина правда хорошая. Такая прям перо там качественно убирается. Все там они поливали из лечки. Воду там грели на печке. Кипяточек. Все нормально. Обзор прошел. Но вот что меня удивило, она не пригласила своего друга, который рвал практически розовую футболку на груди за Елену Васильевну. Говорит, такая она женщина хорошая, вы ничего не понимаете. Она вообще такой человек отличный. Да, и он за нее горой, а вы все такие-сякие там в платочках. Я тут вот еще в шарфике топлю за, против или за, сама даже не знаю. То хвалю, то ругаю. Ну чушь, ну хорошими делами прославляется человек. Ну я думаю, не бескорыстно, нет. Напишет она им требования за обзор удачный. Так вот, не пригласила она, а Ильсурку-то не пригласила Хамедулина. А Ильсурка, по принципу, мужик сказал, мужик сделал, выпускает ролики, видео. Снял он новый ролик, как он ездил в ЛПХ каким-то фермером. Он обещал, он сказал, что чем мне заняться? Заняться мне нечем, буду я ездить по фермерским хозяйствам, снимать и показывать, как я умею доить коров. Ну, поехал, все нормально. Снял он свой ролик по законам. Теперь уже не фильмы ужаса, а эротического жанра. Вот не поверите точно, эротического жанра. Наверное, писал сценарий. Все как надо. Приезжает как жених на свадьбу с чак-чаком. Практически свататься. Вот уже второе хозяйство, где хозяйки. Такие кругленькие, аппетитные женщины. Так думаю, наверное, в его вкусе. Но он мусульманин. Ему, наверное, русские-то женщины такие дородные. Нельзя, наверное. А татарчики, они такие струнные, все фигуристые. Я жила в мусульманской республике, видела какие там женщины. Татарчики очень даже ничего. Стройняшки, как правило, все. Ну, бывают исключения, конечно, тоже. А он, вот, видимо, специализируется по таким женщинам кругленьким. Ему можно завести гарем. Вообще, конечно, он там к Маше съездил, к Свете приехал. И все что-то намекает. И там про интимные сцены полежать рядом на диванчике. И тут тоже про любовь. Прям про любовь. Через каждое полслова он ей в любви объясняется. А муж ее соглашается. И снимает даже, знаете, полным кадром интимные места. Правда, коровье под хвостом. Полным кадром. Смотрите. Такой вот он интриган. И голый грудь показал. Извините, вы имя коровье. Да. И в танце с этой женщиной кружился. Правда, как-то, наверное, габаритами, что ли, не совпали. Она так кружилась, кружилась. А он так смотрел на нее, смотрел. Так все это эротично выглядело. Ну, такая женщина интересная. Видно, как-то по словам-то, да, друзья, друзья. Но когда она ела чак-чак, И он ей намекал, что она его ест то ли много, то ли вредно ей. В силу ее уже сложившихся габаритов. Она ему сказала, ничего страшного. В год ты раз приедешь. А потом тут же поправилась. Ну, не поем я три года. Я так думаю, на следующий раз его будет только через три года ждать. Не понравился жениху. Так что, или сурка, напрасно старался. Лучше бы ты поехал к Лене Васильевне. Но ведь не пригласила она тебя. Вот так вот. Хорошие дела у вас тоже творятся. Ты вроде стараешься, за нее там майки рвешь. А она тебя даже не пригласила. Торопилась очень она, девочки. Она очень торопилась реабилитироваться. За эту молочную ферму. Жаба душит. Деньги нужно вернуть. Вот так. Популярность теряет, наверное. Ну вот. Шарфики снимаю. Шарфики-то у меня много. Их еще. Помните, я вам говорил, да? Благодарю вас за просмотры. Спасибо. И те, кто меня ругает, тоже. Приходите, смотрите. И вы благодарите Вселенную за то, что вы от нее получаете. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...